Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Вечером 18 января стало известно о том, что Минфин США нанес серьезный удар по российскому Тенемову флоту, который возит российскую нефть в обход санкций. Сразу 19 кораблей, это рекордное количество, Минфин США внес в черные списки за то, что они возили российскую нефть по цене, которая значительно превышает ценовой потолок в 60 долларов, согласованный штатами и их союзниками еще в конце прошлого года. Вместе с этими кораблями попали и туда вот в этот черный список и две компании, которые владеют этими кораблями. Во-первых, компания из Объединенных Арабских Эмиратов, на нее приходится 17 кораблей, ну и компания из Гонконга, на которой приходится два корабля. Причем тут совершенно понятно, что это за компания. Дело в том, что тот же Holding Limited, компания из ОАЭ, была зарегистрирована сразу после того, как G7 согласовали этот ценовой потолок российской нефти, то есть в конце 2022 года. Это четвертая серия внесения в черные списки кораблей как раз из российского Теневого флота. Первые три серии. Это сначала в октябре, тогда в черные списки попали два танкера, которые были зарегистрированы на компании из Турции и опять же Объединенных Арабских Эмиратов. В ноябре в санкционный список попали еще три танкера и три судоходные компании из той же ОАЭ. Ну и в декабре еще три танкера компании опять же из ОАЭ. Как видим, ОАЭ стала самым настоящим кладезем для России с точки зрения именно вот таких вот компаний, занимающихся обходом российских санкций. То есть совершенно понятно, что вот та самая ОАЭ, одна из стран глобального юга и, собственно, одна из нефтяных автократий просто открыто работает на Москву. И как-то все закрывают на это глаза. Кого-то глобальный юг, он нейтрален. Да не нейтрален он, он прямо играет на стороне российского и китайского режимов. Потому что это диктатура. А диктатуры заинтересованы в поражении Запада, вот в этой эпохальной схватке. Но мы немного отвлеклись, а теперь давайте посмотрим, собственно, а сколько же всего получается сейчас танкеров из теневого российского флота оказались под санкциями. В совокупности это 27 кораблей. Это совсем немало. Дело в том, что российский теневой флот насчитывает от 100 до 200 таких вот кораблей. Все они старые, все они разваливающие. Все они на самом деле давно-давно должны были бы отправиться на кладбище кораблей. Распилены и сданы на металлолом. Но Россия сразу после того, как стало понятно, что G7 введут санкции в виде нефтяного потолка в отношении российской нефти, сразу же занялась поиском и скупкой вот этих самых старых танкеров, которые должны были бы отправиться в могилу. Продавали ей эти танкеры за полцены буквально. И различные журналисты, в том числе и агентство Reuters, в какой-то момент, в 2022 году, стали фиксировать вот эту массовую скупку по всему миру вот этих самых танкеров. Тут на самом деле у меня возник вопрос еще тогда. Друзья мои, ну если журналисты видели, как скупаются вот эти вот старые полудырявые танкеры, и раз они сделали совершенно справедливый вывод по поводу того, кто реально на самом деле покупает эти танкеры, то куда же смотрели спецслужбы всего мира? Соединенных Штатов, Европы и так далее. Они же, по идее, должны были бы прекрасно понимать, кто является интересантом соответствующих сделок, разумеется, совершаемых с помощью, собственно, подставных лиц, и кто будет реальным выгодоприобретателем, для чего этот танкерный флот из старых корыт формируется, и интересы кого он будет обслуживать. Но Вашингтон в очередной раз тогда продемонстрировал слабость, недальновидность и нерешительность, отсутствие политической воли, желания, ресурсов, я уже не знаю чего, проморгали. Хотя было понятно, что Россия прямо перед вашими глазами, казалось бы, формирует вот этот теневой флот, именно для того, чтобы затем обойти ваши нефтяные санкции. И вот вводятся нефтяные санкции, и, ну надо же, какая неожиданность, у России появилась возможность обходить эти санкции с помощью вот этого теневого флота, на корабли которого прямо в открытом море, это уже показывали прямо по видео расследователи, происходит сгрузка, собственно, вот этой самой нефти с тех кораблей, которые выходят из европейских портов по совершенно нормальной цене, перевозящей российскую нефть. Да, не выше 60 долларов. А потом вот эта вот российская нефть переходит вот на эти вот странные танкеры из Турции, ОАЭ, Гонконга, и эта нефть уже вроде как нероссийская. Ну, в общем, в любом случае там уже теряется документальная связь, и, в общем, эта нефть оказывается черной. Ну, не в смысле цвета, конечно, она и так черная, а в смысле происхождения вот эту черную в буквальном и в переносном смысле нем затем можно совершенно спокойно продавать уже по любой цене, хоть по 70, хоть по 80 долларов. Именно благодаря вот этому значительной степени Россия, по разным данным, в общем, сумела как минимум частично преодолеть вот этот нефтяной потолок. Да, безусловно, многие посредники наварились вот на такой вот схеме. И понятное дело, что Россия в любом случае не получала того дохода, на который она могла бы рассчитывать в случае, если бы эти санкции вообще отсутствовали бы. Но, тем не менее, нужно понимать, что эти санкции не работают даже на 50%, как можно понять, из тех экспортных доходов, которые получает Россия от нефтяных и газовых доходов, особенно от нефтяных. Да, эти экспортные доходы упали. И да, они упали, на самом деле, довольно существенно. Говорят, до 30%. Однако, вот этих доходов хватает для того, чтобы финансировать войну. Ну и, собственно, происходит то, что мы и видим. Что Россия остается на плаву, ее экономика, оказывается, не раздавлена, как это ожидалось. Но, опять же, ожидалось кем? Теми, кто принимает эти санкции. Ну и в таком случае они абсолютно некомпетентны. Я, например, прекрасно понимал, Россия научится обходить эти санкции. И для того, чтобы они работали, нужно, во-первых, контролировать их исполнение, а во-вторых, ориентироваться на то, чтобы ввести полную торговую блокаду в отношении России. Не ввели торговую блокаду и, самое главное, даже не удосужились над тем, чтобы понизить этот самый нефтяной потолок, как предлагали многие эксперты. А предлагали они понизить этот нефтяной потолок, ну, хотя бы до 50 долларов. А лучше до 40, потому что даже вот этот официальный потолок 60 долларов позволяет России очень существенно поддерживать войну и, собственно, свою несчастную экономику бензоколонки. Ну, как мы видим, собственно, Россия, даже и этот потолок довольно лояльный, на самом деле, научилась обходить. И вот теперь, похоже, все-таки Соединенные Штаты наконец-то серьезно занялись этим вопросом. Мы уже давно ждали, ну, когда же начнется атака, именно санкционная атака против вот этих вот черных танкеров. Будем надеяться, что теперь, когда они в черных списках, эти танкеры, ну, в общем, не можно будет использовать легально, где бы то ни было, в любой стране, которая хочет сотрудничать с Соединенными Штатами. Вообще, здесь нужно понимать, что это еще одно звено в длинной цепочке санкционных ударов, которые Соединенные Штаты наносят по России. Недавно был очень серьезный удар. Этот удар заключался в том, что США теперь объявили вторичные банковские санкции против России. То есть, если какие-то банки, где бы то ни было в мире, в любой стране, хоть в Китае, хоть в Турции, хоть в Гонконге, будут заключать и обеспечивать некие транзакции в пользу России, которые обходят санкции в пользу санкционных лиц, то в этом случае получается, что эти банки просто-напросто решатся возможности работать с американскими банками. Они просто будут вырезаны из международной долларовой финансовой системы. Более того, все эти банки, Белый дом предупредил, что, собственно, незнание не освободит их от ответственности. То есть, если они будут знать, в пользу кого они совершают те или иные транзакции, обеспечивают ли эти транзакции сделки по санкционным товарам, или, допустим, направлены в отношении и в пользу санкционных лиц, в любом случае, если потом это выясняется, банки идут под нож, их вырезают из финансовой системы США, ну, а точнее говоря, вырезают из долларовой системы, что практически одно и то же. И они просто-напросто оказываются выброшены на свалку истории. Это практически банкротство для любого современного банка. И поэтому теперь банки по всему миру, что называется, стали на воду дуть. Вот, например, по последним данным, турецкие банки начали отказываться работать вообще с любыми российскими клиентами, особенно с санкционами, или которые явно имеют такие признаки, что работают на российскую санкционку. Просто отказывают им в обслуживании без всяких объяснений. Вроде как взяли некий этап ожидания, мол, разберемся, потом, может быть, будем с вами работать. Но понятно, что, скорее всего, не будут. Не будут работать с российскими клиентами, особенно крупными, особенно такими, которые вызывают подозрения с точки зрения того, что они занимаются параллельным импортом, то есть тянут санкционку в Россию. То же самое происходит с китайскими банками. Там тоже начинают отказывать российским клиентам, или лица, которые явно связаны с российской клиентурой, и которые явно обеспечивают некую санкционку, то есть технологии товара двойного назначения, ну и так далее, которые находятся под прямым или костным запретом со стороны США, ЕС и вообще большой семерки. То есть потихонечку санкции начинают работать. Разумеется, тут еще далеко до идеала. И, разумеется, 27 танкеров из 200, да даже из сотни, это все еще не 80, не 90% таких вот танкеров. Все еще тяжело. Все еще у России есть возможность возить свою нефть по цене выше 60 долларов. И это понятно, что она будет это делать. Все это, конечно, демонстрирует с одной стороны убогость и отсталость вообще Запада в том, как он реально хочет сражаться с автократией. Потому что ни на военных фронтах он не сражается, ни даже на санкционных. Уж санкционный фронт Запад должен был бы обеспечить на 100%. Ни в качестве логистического тыла Украины Запад не может продемонстрировать успех. Два года войны. Соответственно, военные экономики стран Запада до сих пор не переведены на военные рельсы. Европа не производит толком нормального количества вооружения. Многие страны вообще даже не зачесались. То есть они как были в режиме полного времени мира до войны. Вот так они сейчас остаются. Какие-то поднимаются. Штаты вообще прекратили помощь Украине. И неизвестно, дадут ли они эту помощь вообще до выборов президента в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, несмотря на весь этот негатив в плане давления на автократе, нельзя отрицать того факта, что определенные специализированные органы в Соединенных Штатах сейчас ведут системную работу по ужесточению санкций и по контролю за исполнением этих самых санкций. И вот, конечно, только время покажет, насколько серьезный удар для России составит как раз серия, именно серия вот этих вот санкционных списков именно по российскому теневому флоту. Потому что это далеко не последний случай, понятное дело. Четвертая, получается, фаза или четвертый эпизод. Всего 27 танкеров. Уже порядка 5-6 фирм с разных стран. Но это только начало. Потому что предстоит еще отыскать целый ряд таких вот танкеров. Вот сейчас они явно провели хорошее расследование. И в том числе благодаря некоторым журналистам, я думаю, которые отправились и просто физически зафиксировали те или иные танкеры, которые в открытом море участвуют в перегонке вот этой вот российской нефти. Ну, понятно, что таких вот, как сказать, актов расследования должно быть много. Ими должны заниматься в том числе и американские спецслужбы с помощью спутников, с помощью своих разведок, с помощью своих глаз, которые у них есть по всему миру. Они должны, разумеется, внимательно отслеживать и постепенно пополнять вот эти черные списки. Здесь нужно обратить внимание, что черт с ними, с ценностями. Мы сейчас говорим просто даже об элементарном экономическом интересе Соединенных Штатов. Вот у них должен быть интерес в том, чтобы вытеснить своих нефтяных конкурентов, то есть Россию, с мирового рынка, чтобы самим взять эту долю. Поэтому я надеюсь, что хотя бы вот это будет сделано, ну, хотя бы вот это вот экономическое извилие в Соединенных Штатах будет работать и заставит эту неповоротливую машину со слабой, нерешительной администрацией действовать серьезнее. Так что посмотрим, что будет дальше. Это хорошая новость. 19 танкеров и еще пара фирм, которые работают на Россию. Спасибо, друзья. Оставайтесь с Ньюсейдер. Если вам нравится то, что делает наш канал, вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, банковский счет с соответствующими новыми реквизитами, ну и BuyMeCoffee, а также суперспасибо от YouTube в виде кнопочки с сердечком под каждым нашим видео. Всем, кто помогает, низкий поклон. Ваша помощь позволяет нам, нашему каналу, работать дальше. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok